Всем привет! У нас хорошая новость, для нас по крайней мере. Дали вчера вечером интернет. Девчонки там пишут в ватсапы. Девчонки, посмотрите, интернет у всех есть. Я смотрю, у меня нету. Думаю, нет, пишу, нету. А потом оказывается, у меня просто он выключенный был, ну домашний интернет, а мобильный был включен. Включила, тоже пошел вчера вечером. Я думала, фу, слава богу, потому что ну не телевизор, ничего не посмотришь, у нас все от интернета. Включили интернет, ну а мне-то он особенно нужен, так как я, ну, закачиваю видео там и все такое, работа моя в интернете проходит. Поэтому я очень рада, что нам дали наконец-то интернет. Вчера вечером посидела телевизор, еще посмотрела, видео смонтировала и всякое такое. Сашу забрала с работы, я вам рассказывала, что я поеду за Сашей, Сашу забрала с работы, в общем, все такое. Сашка сегодня уехал на работу, опять же, все еще мучается с зубиком своим, но уехал на работу. И Давидка сегодня ушел тоже на работу, это у него получается второй раз, когда он пошел. На прошлой неделе он ходил и на этой неделе вот он пошел в Максимилиан в ресторан. Кто пропустил эту информацию, повторяю все, в общем, он пошел в Максимилиан работать, подрабатывать, так сказать, по выходным, когда у него там есть время, в общем, сегодня пошел. Что еще? Что еще? Так, ну, пришла на кухню, я уже там делала много чего переделала. У нас уже после обеда, так сказать, мы с Ромкой вдвоем дома, ну и Рич, соответственно, да. Хотела еще вчера, думала, испечь кое-что. Потом, ну, вот эта вот беготня проездила туда-сюда, туда-сюда и, в общем, отложила это все дело на сегодня. С утра думала испечь одно, потом другое, потом третье. Я сейчас вот залезла в интернете еще смотрела, ну, что-то там, знаете, попалось то, а другое, третье, решила сделать творожные рогалики. Мама моя, свекровь, она частенько их делает. И я раньше как-то делала, еще когда в Ассинтурме мимо жили, я вот тоже часто их делала. А потом, как мы сюда переехали, я так ни разу их не пекла. Ну, и уже, честно, я так рецепт не помню, но примерно, примерно, в общем, продукты собрала, ну и посмотрела, плюс в интернете там кое-что, ну и там несложно. Попробуем с вами сделаем. Я уже тут все приготовила. Так, вот так вот поверну вас немножечко. Все приготовила, все, что нам понадобится. Я буду делать, можно делать с простого творога, да, обычного русского творога, который зернистый. Его единственное, конечно, лучше перебить блендером. Ну, у кого нет, да, такого творога. Ну, я взяла вот такой вот простообразный творог с Лидла, 500 грамм, одну пачку. В общем, с него будем делать. Что нам понадобится? Творог 500 грамм, ванильный сахар, пачка. Я беру две, потому что мне нравится, как ванилью пахнет, выпечкой я всегда беру две. Но не всегда, в основном. Потом пакетик разрыхлителя, соль, щепотка. На это количество я беру 4 столовые ложки, 3-4 столовых ложки сахара. В общем, вы сами смотрите, как любите, посладше, посладше делайте. Мы любим так средненько, чтобы было, поэтому я взяла 4 столовые ложечки. Ну, они такие без горки, чуть-чуть совсем, можно сказать, 3 столовых ложки, так, ну, хороших. Потом 170 грамм где-то у меня, ой, 270 грамм у меня здесь муки. Плюс-минус там где-то 250, ну, вот так вот где-то, смотрите сами. Примерно 250, 270, вот так где-то нам понадобится, да. Ну, нужно тоже смотреть. Два яйца, потом у меня сливочного масла мягкого было только 150 грамм. Но там по рецепту где-то надо 180. Я думаю, ничего страшного, если чуть меньше будет. Все, это все, что нам понадобится. Мы сейчас это все замешаем, замесим и будем делать с вами рогалики. Роман просит у меня рогалики с маком. Ну, сейчас посмотрим, если что, сделаем с маком. Найти чашку бы еще. Ой, господи, сейчас найду. Я сказала, ребята, я хочу с маком. С маком, да. Они у меня, пацаны, оба любят с маком. Рогалики, чашку мне чуть не отыдывается. О, господи. Сейчас вытащу чашку. Что-то они друг друга присосались, я не могу отсоединить. О, все, пошло. Все. Чашечка. Все. Так. Ну, и будем соединять, вымешивать. Можно блендером, можно машиной, можно миксером. Чем вам нравится, так и делаем. Я буду простым венчиком это все делать. В общем, выбрасываю сначала туда, забрасываю, выбрасываю. Ой, творожок. Творожок. Сейчас у меня там есть лопатка. Творожок. Творожок. Теперь туда же мы отправляем ванильный сахар. Разрешитель. Я все подряд, да, у меня нет никакой последовательности, ничего. Вот как есть, так есть. Так вот забрасываю это все. И потом просто перемешиваю. Соль, щепотку. Так. Что-то там тут прилипло. Соль, щепотку. Сахар. Так. Сахар. Два яйца. У меня эмочка, да, яйца были? Эм. И сливочное масло. Эм. Можно и маргарин, но я делаю сливочное масло всегда. Сейчас я это все, так вот немножечко. Рома. Ай, Ромка. Что ты смеешься? Ну, ты смыркаешь. Я тут снимаю, ты смыркаешь. Иди поздоровайся с ребятами. Все, привет. Ужибалась. Все. Уже даже лопаткой это все размешалось. Уже не обязательно даже венчик. Но сейчас я венчиком все равно перемешаю это все. Надеюсь, получится вкусно. Сто лет не делала, поэтому... Блин, надеется, что будет вкусно. Так, лопатка чистая. Ой, что-то у меня... Все, размесили. И теперь добавляем сюда. Не обязательно взбивать, разбивать, просто до однородности размешать, чтобы просто все продукты перемешались. Немножко у меня масло тут не совсем разошлось. И... Вот туда же. Все. Перемешиваем. Все. Я туда венчик достаю лопаткой. Мне кажется, еще нужно муки. Потому что слишком. Я смотрела рецепт, там был в основном везде без яиц. Но я помню, что мы делали с яйцами, поэтому я положила яйца. Надо еще этот... Муки добавить. Сейчас я добавлю еще муки. Я уже включила духовку сразу на 180 градусов. Так, криво как-то мы стоим. И сейчас с вами добавим еще немножечко муки. В общем, смотрите, чтобы тесто к рукам не липло, да? Чтобы можно было его вымесить. Оно у меня сейчас вот... Вот, смотрите, вот такое вот. Еще я добавлю еще муки. Вымешивая, да? Я добавила еще примерно... Я не знаю, грамм 200, может быть. Я так не взвешивала. Просто на обум. Насыпала. И вот выложила все на стул и вымешиваю. Ой, Настя, как всегда. Ну, и сейчас вот это вот все вымешиваю до однородности. Всю муку вымешиваю. И потом будем с вами делать рогалики. Рома попросил с маком. Сейчас я посмотрю, есть мак или нет. Если есть, то будем с маком делать. А Саша вообще хотел с творогом. Ну, с творогом... Ну, в смысле, начинку творог. Ну, я не знаю, получится ли с этого теста. Наверное, просто сделаем рогалики. И мы потом сделаем дрожжевые пирожки с творогом. Вот так вот. Ну, все уже хорошее получается сейчас. Вот такое вот тесто. Ой, какое хорошее получается. Надеюсь, будут и хорошие, родналики вкусные. Так. А у вас, если есть какие-то похожие рецепты, пишите. Может, что-нибудь попробуем приготовить по вашему рецепту. Что-нибудь вкусненькое. Проверенное такое. Я с удовольствием. Все. Приготовила мак, как Рома хотела. Сделала здесь мак, сливочное масло и сахар. Смешала. В микроволе вот это погрева вот так вот. Пере этого микроволновки. Разделила тесто на 2 части. Присыпала немножечко мукой. И сейчас вот раскатаю. Чтобы она не липла, главное. Сверху просто. Не надо его сильно забивать. Ну, так, сверху. Забивать мукой, я имею в виду. Так. Чтобы она нежненькая была. И лист уже приготовила с пергаментом. Здесь получится вкусненько. Так. У меня на этой, на этом коврике резать нельзя этим ножом. Круглым вот этим роликом. Поэтому я буду вот таким вот силиконом урезать. Разрезаю напополам. Ну, все, я думаю, девочки, знают уже, как это на ролик рогалики делать. Конечно, этим было бы удобнее намного. Роликом. Ну, я так, как есть, в общем. Так. Так. Примерно одинаковый. Ну, ладно. В общем, так получится, так получится. Надеюсь, будет вкусно. Так. Все. Теперь беру мак. Накладываю. Так, чуть-чуть совсем. И закручиваю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Рогалик закрутила. Закрутила. Я их потом еще смажу этим яйцом. И дальше пошли. Опа-ля. Вот так. Все. Так, так. Большой получился. Ну, ладно. Как поесть. Можно там и разрезы какие-то делать, в общем, чтобы они там красиво были. Ну, я по-простому, как обычно. Ромашка, ты там играешь, у тебя музыка не на весь этот. Выиграл. Выиграл. Выиграл молодец. Так. Слишком много. Ну, в общем, все вот в таком роде. Я буду продолжать закручивать. А там потом к вам подключу, покажу, что мне там получилось. Так, так, так. Можно их со сгущенкой делать, кстати. Вкусно очень получать. Свареные. Мама наша свекровь делает свареная сгущенка частенько. Свареная сгущенка, любая выпечка вкусная, по-моему. Так, малюшка получился такой. Так. Наша. Вареница можно сделать. Ну, хоть с чем. Можно просто с сахаром. Вот так вот. Сейчас. Ну, они недолго выпекаются, да, тоже. Я потом вам скажу, сколько они у меня были в духовке. Минут 25, может. Посмотрим сейчас. Все, один лист готов. Тут я еще не доделала, но этот лист нужно поставить в духовку. Потому что, как все пропекается, я потом остальные допручу. Яйцо вот взбила. Но сейчас я их смажу аккуратненько. Что-то некрасивые потом были. Так вот. Так вот. Надеюсь, получится вкусно. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все готовы, отправляю в духовку Время у нас 15 минут Потом скажу вам, насколько они у меня простояли в духовке Только что достала первый лист, второй поставила в печься Вот так они выглядят Все, я вам покажу Такие мягенькие, пышненькие Прям горячие-горячие Я сейчас их хочу немножечко сверху присыпать Может быть сахарной пудрой Или так оставить Ну чуть-чуть присыплю, ладно Так, потом посмотрим У меня просто нет там специальных этих Я вот через ситечко сделаю Так получится Ну пахнет очень вкусно Надеюсь, будут такие же вкусные, как и пахнут Так, 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 так Чуть-чуть я сверху так Вот я их смазывала яйцо, но они такие не совсем глянцевые Почему-то получились Обычно они такие же прям Прям сверкают из яйца, да? А тут они что-то такие Немножечко Вот яйцо подвпиталось Так, ну вот Это один лист, да? Еще столько же будет В духовке стоит Вот так выглядит, смотрите Мне очень нравится Они такие прям мягкие Сейчас я Давайте один разломаем, попробуем Так Один разломаем, попробуем Ну давайте вот у спашку возьмем Разломаем У меня еще парят все Как они там? Смотрите Они прям мягкие, да? Они прям воздушные такие Прям Прям воздушненькие Тесто классное К примеру, сладкое вообще Ну, не сказать, что даже Так слегка-слегка совсем Как мы любим Прям классно И мак в тему туда Вообще Прям Прям очень вкусные получились Так что Девчонки, пеките Мы сейчас с Ромкой чай будем пить Ромаш Ромаш, будешь пробовать? Че? Пробовать будешь? Че пробовать? Рогалик с маком Иди попробуй Че это ты не поднезал? Мак Мак внутри Кусай А это чуть-чуть у меня Ну, это поджаренный Он же пекется так Иди сюда Ребятам Скажи, как Вкусно, невкусно? Твоя оценка Нравится или нет? Ну, говори Ну, не балуйся, Ромаш Говори Так вообще ничего не понятно Прожуй и скажи Я лучше, чем супер Лучше, чем супер Лучше, чем супер Понятно В общем, вкусные Будем ждать, когда вторая В общем, партия у нас еще спекется Получается по времени Я вам хотела сказать Сколько у меня Ровно 30 минут они простояли В духовке на 200 градусов Духовка у меня была Вот так вот Все, мы пошли с Ромкой пить чай Позже увидимся Я вам еще раз покажу Сок я купила Красота, да? Правда? Сок, да? Очень красивые Вкусные Я прям довольна Быстро и вкусно Тебе нравится? Да Не хуже, чем дрожжевые Даже вкуснее мне кажется Я достала вторую партию Тоже тут Мы с Ромкой, конечно, поели Немножечко их Я три штучки съела Ромка Одну, полторы В общем Вкусненькие Очень вкусные получились Прям Прям Я даже не ожидала Что они будут Прям такие воздушные Классные И начинка И все Смотрите, какие они Мягенькие Прям Прям мягкие Прям классные получились Так что Рекомендую Девочки Делайте Что мы с Ромой Вышли на улицу Ромка Захотел на велике Прокатиться Ну, мы на детскую площадку Наверное Пойдем Куда-нибудь туда В ту сторону А я пешочком занимаюсь Сейчас надо было ехать Цело Сидушку поднять Мы в прошлый раз Саше говорили Что ему сидушку Надо чуть выше поднять Искала у него В подвале Там У него Что-то Цело мастерская Искала Где ключ у него Лежит Такой подходящий Туда Езжай Туда Ну, вот так поедем Сразу на Райне Там спокойно поедешь Там машина не ездит Ну, и В общем Искала Искала Какой-то там Этот Мучилась Мучилась Саша позвонила Саша трубку не взял Но он на работе Только вышли Саша звонит Ну, и звонила Я говорю Да, звонила Аккуратно едьте В общем Решили Оставили так Как есть Саша завтра Если что поднимет Ну, мы и так И так Собирались С другой стороны Объезжает Да, вот так Собирались Собираемся Ему новый велосипед Покупать Ну, потому что Этот маленький Мы еще в прошлом году Эта задумка была Но Мы ее оставили Сказали Что Он ему вроде как Нормально еще был Он на нем учился Ну, и Уже нужен новый велосипед А взяла ему сейчас Каску нашла Там Давида Ну, как бы я знала Где она лежит Примерили первый раз От Давидки осталась По наследству Вроде как Нормально В ней поехал Потому что Та зеленая Что-то Она ему Как-то уже Начала Перекашивать Со всех сторон По-любому Нужно будет Ой, тут все Смотрите Перекопали Прям А, поэтому Они у Мляйтунги Поставили Что, я думаю Зачем они Эти знаки Понаставили Они здесь Перекрыли Поэтому Там объезжают Что Все, в общем Гуляем Смотрите Какая красота Деревья цветут Красиво Погода у нас Второй день Прям радует нас Но сегодня, конечно Не такой солнечный Солнечный день Как вчера Но все равно Тепло Прям хорошо Я вон вся пушистая Чего я такая пушистая Голову помою Волосы все дыбом Ну, классно на улице Весна? Неужели весна? Проходим мимо Ромкиного Бассейна Куда он На плавание Ходит Через месяц Пойдем опять Смотрите Какая магнолия Она прям Огромная Не знаю Вам передают Как Видео Масштаб Этого дерева Или нет Прям Огромнейшая Собирается Он набирает Цвет Собирается Цвести А запах Тут стоит Запах Это Видимо Вот это Вот вишня Или что Ой Прям Прям пахнет Обалденно Ну, давай Давай Чего ты остановился Ромаш У меня нет Уже денег Я не брала С собой ничего Ром Ты я портмоне С собой не брала Даже У меня нету ничего Завтра я с собой Возьму денежки И будем со школы Когда идти Мы с тобой купим Там в автомате Ты хотела Что-нибудь Хорошо Сходим сюда Пойдем Пошли Только ты должен Мне напомнить А то я могу забыть Хорошо Интересно Ой Аккуратно Притормазывай Интересно Почему он закрылся Этот Так у них дела В гору шли Прям Классно Было здесь народу Не было отбоя Прям так Они все продвигали Продвигали Сейчас раз И закрылись Интересно Почему Продают Смотрите Как красиво У нас тут Насадили Цветочки Потом будут Тюльпанчики После крокусов Эти По всей длине Очень красиво Очень красиво Ромка уже уехал Вон куда Ива Начинает Тоже Листочки Распускать Весна Красота Расслужбанка 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 Субтитры делал DimaTorzok Ромашка Мы пришли на детскую площадку Он снял шапку, снял шарф Я говорю, одень, нет, мне жарко Пошел играться Селом на лавочку и сижу В общем, сейчас Может, мама поболтая Видео помонтирую Пока он будет играться, пусть поиграет Потом придет Нужно будет его искупать И уже потом Ужинать и спать В общем, все наши планы У нас день пролетает, я не знаю Туда-сюда и день прошел Вот так вот Поменяли мы немножко С Ромкой Идем в гимназию А тут встретили Рыжика Киську нашу Я не знаю, как его зовут Смотрите, он раньше у нас С нами постоянно На детскую площадку везде ходил с нами Ромка маленький был Он от дома от нашего идет Нас проводит до детской площадки Потом назад с нами Нас дома проводит и назад К себе домой Да, хорошенький? Пойдем Сколько лет мне было? Маленький ты был Ой, сейчас что-то хрен Сколько лет мне было? Я не знаю, сынок Пойдем, идем дальше Едь Катайся в гимназии Ты хочешь погладиться? Угу Давай Головочку за ушками ему надо гладить У него как овал Овал? Угу У него эти Это черные, а? Не знаю Пойдем, он злится Вон, видишь, хвостиком так делал Не хочет, чтобы его трогали Пойдем О, о чем? А что с ним? Ну, устал от деток Аккуратно, машина едет Пришли в гимназию Ромка тут прыгает Мы с Романом Мы с Ромашкой нагулялись Возвращаемся домой потихоньку Птицы, слышите, как поют? Классно Давай, потихоньку Приедем в машину Давай через дорогу В общем, Ромка нагулялся Накатался Наигрался В общем, мы с Романом Возвращаемся домой На сегодня мы с вами прощаемся Увидимся завтра В следующем видео И всем пока-пока Пока? Не падай Говори пока Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok